Это футбольный клуб Сугуба, хотя сегодня, пожалуй, информационно, билетристическая. Я напоминаю об этом программа о футболе. Сегодня мы будем говорить в основном преимущественно о сборных. Я хочу объяснить вам, почему я по-прежнему считаю, что сборная России может хорошо выступить на чемпионате Европы. Почему я скептически и даже не без некоторого злорадства, вы знаете, не по результату, а потому что сработало примерно то, чего я беспокоился, могу говорить о результате матча с Бельгией. Почему мне кажется, что сборная России победит Украину в личном матче, если бы они сыграли сейчас. И почему я считаю троллинг вообще идеальным занятием для футбольных болельщиков в ожидании большого турнира. Обо всем этом буквально сейчас по порядку. Делайте ставки в MarathonBet. Даже не собираюсь скрывать от вас, что записываю эту программу до того, как сборная России сыграет в Сан-Марина. Я считаю, что матч с Сан-Марина нет, мне не важен. Давайте уважать, в конце концов, маленькое государство, вокруг которого Италия. Вот уж кто по-настоящему находится в кольце, в кольце итальянцев, да, почти как Ватикан. Короче говоря, просто не очень существенно для итогов отборочного турнира. Сборная России набьет Сан-Марина сколько хочет, а если вдруг не выиграет, то это само по себе отдельная тема для разговора, причем разговоры сугубо комедийного. Оставлю все это Нурлану Сабурову, Руслану Белому и другим продвинутым парням. У них это получится гораздо лучше. Так вот, о матче с Бельгией. Итоговый матч отборочного цикла. Матч, в котором сборная России должна была попробовать завоевать первое место в группе, потому что где как ни дома давать бой европейским и мировым грандам Бельгия как раз такая. Ну и кроме того, сборная России решила попробовать сыграть футбол чуть-чуть иначе. Да, мы победили Испанию на чемпионате мира. Не победили на самом деле, а прошли. Это важно терминологически, потому что если бы мы сейчас добились того же итога с Бельгией, то это была бы ничья. Если мы говорим о победе, Испанию мы не победили. Это очень важный момент, потому что точно так же по пенальти мы могли пройти и сборную Хорватии. Это большой турнир, у него своя логика. И большой турнир, это еще и отдельное соревнование штабов национальных сборных по тому, кто насколько хорошо умеет подготовить свою команду вот к этому экстремальному испытанию. В этом отношении чемпионат мира абсолютно равен чемпионату Европы. И вот в этом сборная России удивительно хороша, потому что чемпионат мира показал не просто класс игры, не просто стиль игры, а еще и способность рассчитать так подготовку, чтобы команда прибавляла по ходу турнира, не сбавляла абортов и выдерживала все это физически. Это отдельный спорт. В ноябре сборная России и в прошлом году уже после чемпионата мира проиграла сборной Швеции рейтинговый бой в Лиге наций. Швеция примерно нашего уровня команда, и она переиграла нас по всем статьям. Тихо, спокойно, удушающе, как Швеция всегда и одерживает свои важные победы. Так что матч с Бельгией отличает от игры с Испанией то, что он проходит в другое время года, в рамках совершенно другого турнира, и в нем мы другое называем победой. Все это важно и существенно. Что же попыталась сделать сборной России с командой Бельгии? Она решила не делать акцент на том, чтобы обязательно, стопроцентно мешать Бельгии играть ей в футбол. И этот план не просто провалился, а мы узнали, что так сборная России играть абсолютно не может. Очень показательная игра Дзюбы в этой самой игре. Сейчас я буду говорить о Дзюбе на самом деле комплиментарно. Я не имею в виду, что он обычно говорит глупости, и что я вообще к его мыслям и словам отношусь скептически. Я буду говорить о Дзюбе как о лидере сборной, лидере, который доказал свою дееспособность. Но что такое Дзюба в качестве лидера команды? Это футболист, который в первую очередь очень силен физически. Главное качество Дзюбы, демонстрируя в каждом или почти каждом матче, это действительно возможность выиграть большинство единоборств впереди. И если этого у Дзюба не получается, то его все равно, что и нет на поле. И тогда сборная России впереди валится. Все вы знаете это правило. Это правило называется «Против лома нет приема». В этой игре у сборной Бельгии в центре обороны играл парень, который физически сильнее Дзюбы. И Дзюба ответила на него по-всякому. И в верховой борьбе, и в борьбе корпусом, и как угодно. И совершенно не мог исполнить свои обычные обязанности. Это футболист Баята или Боята, как хотите так и говорить. В конце концов, у него все равно конголесская фамилия, а не бельгийская. Короче говоря, Дзюба выключен из игры. И оказалось, что иных источников игры у сборной России просто нет. Заметьте, я не хочу говорить о Дзюбе-зависимости. Команда зависит от своего лидера. И это нормально. Он лидер у нее для этого и нужен. Важно, что сегодня у сборной России этот лидер именно Дзюба, у которого есть совершенно четко очерченный предел возможностей. Да, можно говорить, что сборной не хватило Головина и Черышева. Да, это тоже очень важные футболисты в составе нашей команды. Но, вы знаете, сборная Бельгии нанесла 4 ударов в сборной России в первом тайме и 3 забила мяча. Не потому, что так мало, а потому, что ей так повезло. Потому, что била она наверняка и подходила к нашим воротам абсолютно когда и как хотела. Головин и Черышев здесь совершенно ни при чем. Свой первый фолл в сборной Бельгии, первый фолл, первое нарушение правил, совершила уже во втором тайме. То ли на 55-й, то ли на 65-й, то ли на 92-й минуте. Я даже не хочу это уточнять. Поздно совершила. До этого прекрасно обходилась. Сборная России, пытавшаяся играть от себя, оказалась просто и реально недееспособна. И вот в этом, кстати говоря, вот в этом. И заключается ее существенное отличие от сборной России, скажем, 2008-10-го готов образца. Команда Хидинга, так называемая. Это очень существенное отличие. Потому, что сборная России 2008 года, добившись серьезного результата на чемпионате Европы и продолжила всем играть от большего турнира, пробиваясь на чемпионат мира, она играла со сборной Германии. Соперник в руках совершенно не так, как мы сейчас играли с Бельгии. Сборная России тогда играла с Германией в состязательный футбол. Она пыталась происходить ее в креативности. И у нее это по игре. Мы сейчас тоже говорим по игре, а не по результату. В общем-то, получалось, понимаете. Вот так вышло, что два раза проиграли с минимальным счетом в Москве и в Германии. А потом еще и проиграли стык. Это другая история. Но та сборная России не знала в точности своего потолка. Разумеется, рано или поздно он у нее был. Сборная России не котировалась, как одна из сильнейших команд в мире. Но она не знала своего предела. И она постоянно совершенствовала, постоянно развивалась. Ее лидерами были Аршавин, Жирков, другие официальные лица. У этой сборной лидер Дзюба. И именно поэтому потолок у этой сборной совершенно точно ясен. Это сильный защитник в центре обороны другой команды Дзюба не будет. А больше, кроме Дзюба, в сборной никто лидер играть не может. И вот тут, вот с этой стороны, я снова хочу подойти к лидерозависимости сборной России. Да, это нормально, когда у команды есть лидеры, и они ведут сборную за собой. Но ненормально, когда сборная даже не рассматривает возможности игры без своих лидеров. С каждым футболистом может случиться травма, маленькое повреждение, он может забореть. Он, в конце концов, может просто забить на футбол или быть не в духе. Вот для этого у сборной России нет совершенно никаких вариантов. Кто будет спорить с тем, что Александр Головин сильнее Алексея Мирончука? Сильнее, но в смысле разнообразия. Головин может и поглубже сыграть, в сборе посильнее. Но в качестве креативного футболиста Мирончук чуть-чуть другой, но он ничуть не слабее Головина. И сейчас Мирончук находится в своей лучшей форме. Так как же получается, что вот без Головина мы остались совершенно случайно? Никто этого не мог ожидать. А сборная взаимодействия с Мирончуком, ну, совершенно не готова. Мы же играли с Казахстанами, с Сан-Маринами, с Шотландиями мы играли. И ни разу, ни разу по-нормальному не проверили, не наиграли в команде Мирончука. Ну, как же это так? Ведь тут-то альтернатива есть, альтернатива кадровая, а не сюрреалистическая. И к этой замене сборная России оказывается совершенно не готова. Ну, что это такое, как не отсутствие, на самом деле, стратегического взгляда на проблему? Вот это и представляется мне важным и существенно. Сборная России строится так, что она в какой-то момент уже не может дальше развиваться. Она доходит до этого самого предела. Это чем-то похоже на сейчас разговоры о реконструкции стадиона «Локомотив». Да, можно его реконструировать, но он заложен таким образом, как бы база основная заложена так, что все равно он уже никогда не будет современным стадионом. Там другие электрические пути к нему проложены, другие коммуникационные. Его нельзя развивать вот в этой уже, вот в этих установленных рамках. Его можно только снести и построить новый. Да, сборная России очень хороша сейчас, и ей осталось полгода до большого турнира. И я настаиваю на том, что сборная России вполне может преподнести там серьезные сюрпризы. Потому что она умеет противодействовать сильным командам, потому что она умеет готовиться к большим турнирам. Она умеет показывать то, что она готова показывать в самый нужный, самый правильный день. И еще, вот этот вариант, вот этот вариант с Дзюбой лидером. Да, у него есть потолок, но у него есть и уровень, ниже которого сборная, извините, не падает. Это и есть то самое, что делает ее опасным соперником для любой команды на чемпионате Европы. Она может играть на беду в любой игре, на проход в любой паре плей-офф. Не фаворитом, но с этими шансами. И она хорошо готова к реализации этих шансов. Вот что мы имеем в виду, когда говорю, что сборная России может бороться на чемпионате Европы за высокие места. То, что сборная России является фаворитом от вороны игры, извините, никто никогда не говорил. Этого человека нужно вызвать психовоз. Если нужно, я сообщу телефон, у меня есть. В свете именно этого вышесказанного я, я ничего не призываю Христос с вами. Я просто говорю, почему я думаю, что сборная хороша, но при этом я бы хотел, чтобы по окончании чемпионата Европы у нее появился новый главный тренер. Потому что этот этап сборной России завершен. Он реально исчерпан. Дальше неизвестно, что будет. Дальше нужно делать нечто новое и без потолка в развитии. Извините, наверное, я надоел вам словом потолок, но вот так уж оно мне самому навязало в зубах, в голове. И вот буквально маячит перед глазами. И в этом месте о самом хайповом. О соотношении сборных России и Украины. Я уже говорил вам, что я мечтаю о встрече этих команд на чемпионате Европы. Да, это возможно только в плей-офф. И когда я говорю о том, что я мечтаю о такой встрече, я тем самым говорю вам, что я в сборную Украины тоже верю, о том, что она в плей-офф тоже может попасть. Как вы думаете, я всю жизнь болеющий за наших, когда они играют с не нашими? Я даже за ЦСКА в Еврокубках болею, представляете? Как вы думаете, я собираюсь бореть за какую команду в матче России-Украины, которую я хочу увидеть? Ну вот, по секундочку, предположите. Как и любой украинец, я собираюсь бореть за свою команду, команду своей страны. Так что ж вы, милые украинцы, так обижаетесь на то, что я верю в победу своей команды и говорю вам, вы все получите прямо на поле, в ответ на ваш прекрасный троллинг, который вкратце можно обозначить одним словом, обтекайте, россияне вас поставили на место. Да, разумеется, вас поставили на место в субботу, все воскресенье мы тщательно обтекали, но это ничего не меняет в том, что мне очень хочется, чтобы в сборной России сыгралась команда Украины на Евро. И действительно, я верю в победу. Почему? Потому что сборная Украины новая команда, она ничем не показала свое умение готовиться к большим турнирам. У нее новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта. Сборная России лучше готова вот к этому самому испытанию в плей-офф с соперником Неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать на то, что вы, милые, дорогие, родные украинцы, как же я соскучился, встречаясь с вами на футбольном поле, получите свое в матче плей-офф. Вот вы что, не болельщики? Вы как-то по-другому, может быть, думаете на случай встречи нашей команды на футбольном поле? Тогда и мне, пожалуйста, не предъявляйте претензии, не сказал ни единого грубого слова, ни в адрес страны, ни в адрес футболистов, ни в адрес никого. Даже в адрес своего доброго товарища Виктора Вацко, который и начал этот прекрасный флейм своим твитом от имени украинских болельщиков. Но, может быть, вас задело то, что я назвал борщ среднерусским супом. Да, друзья мои, борщи бывают разные. Борщ, как и щи, это вообще суп в русской печи из того, что нашлось в доме. Даже не везде на Украине в него кладут свеклу, в Херсоне, например, кладут вываренную. И борщ получается совершенно не красным. Да, есть среднерусский борщ. А я вообще ставлю кубанский борщ выше украинского. Я знаю в этом толк, друзья мои. Не кичитесь, пожалуйста, своим борщом. Лучше угостите при случае. А мы что-нибудь да нальем под это самое дело после того, как сыграем на чемпионате Европы. Ведь проблема у нас с вами, вот в рамках этой программы, этой темы, только на футбольном поле. А проще проблемы стоит решать в другом месте. Да, этот матч может не состояться. Но если он состоится, я обязательно открою свой счет в MarathonBet. И обязательно сделаю ставку на победу сборной России. По крайней мере, на ее проход в плей-офф. Россия-Украина. Ну, не знаю, поступите ли вы так, как я. А я сделаю именно таким образом. Вы смотрите «Футбольный клуб». Уж коль скоро я заговорил о том, что сборная России нуждается в обновлении, рано или поздно будет в нем нуждаться. Некоторые лидеры достигли критического возраста для игр в национальную команду. Я хочу поговорить о том, откуда берутся новые кадры для сборной России. Сейчас и молодежная, и юношеская сборная тоже играли. И вы наверняка знаете, сколько в них воспитанников футбольной академии Чертанова и футбольного клуба Чертанова. Нападки в адрес которого, не нападки на самом деле, а критические замечания. Очень суровые, расцененные как нападки, мне ставились в вину в последнее время. Самвел Аватян, главный редактор портала «Спорт-24», направил запрос. Запрос, собственно говоря, в «Москомспорт», департамент спорта города Москвы. Чтобы проверили были мои утверждения о том, что сама структура футбольного клуба Чертанова не подразумевает получение коммерческой прибыли. Именно поэтому ее невозможно завести в футбольный клуб Чертанова. А это очень важный вопрос. Потому что все прекрасно знают, что на рубеже двух сезонов Чертанова продал трех футболистов. А доходы от этой деятельности, это коммерческие доходы, на счетах Чертанова так и не появились. Это я опираюсь на официальные сведения, размещенные на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги «Отчет ФК Чертанова за прошлый календарный год». Так вот, что пишет Самвел Аватяну, юрист Москомспорта. В соответствии с пунктом 2.7.11, учреждение, то есть в Кочертаново, имеет право осуществлять такой вид, приносящий доход деятельности, как получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в профессиональные спортивные клубы. Друзья мои, это подтасовка. Это подтасовка чистейшей воды. Потому что компенсация за подготовку, ее получает любая спортивная школа. И это абсолютно законная и серьезная история. А вот, извините, трансфер – это самая настоящая коммерческая деятельность. Я бы очень хотел посмотреть, каким же образом именно, в принципе, куда делись деньги – это очень интересный вопрос. А как они в принципе могут попасть на счет футбольного клуба Чертанова? Футбольный клуб Чертанова, играющий в первом дивизионе – это очень приличная команда. Я очень симпатизирую тренеру Осинкину и засыпаю она со словами «Атутти Аванти» Владислав Сарвели. Но футбольная команда и футбольный клуб – это не совсем одно и то же. Я не могу смириться с тем, что футбольный клуб Чертанова – это, по большому счету, ширма для того, чтобы не вполне понятно, кто получал коммерческий доход от футболистов, которые подготовлены на средства Москомспорта, в академии, которая находится под эгидой Москомспорта. И какая вообще под этим существует законная подоплека? Это очень любопытный вопрос. На самом деле, даже не это главное. Даже не это главное. Честное слово. Вы знаете, наша жизнь устроена так сложно, что вот мне, признаться, уже не молодому человеку, ну, до фонаря. Воруйте. Воруйте с прибыли, не воруйте с убытков. В футбольном клубе Чертанова меня волнует совершенно другая вещь. Там работают люди, которые считают себя пупами земли. Они присваивают себе славу, которую на самом деле обязаны делить с другими людьми. Они считают, что это они подготовили молодых людей в своей футбольной школе от самого нуля. Но это неправда. Они предпочитают забывать о городах, где молодые футболисты росли, где они взрослели, где они стали футболистами. А ФК Чертанова уже довело их до ума. Это почетная деятельность. Но это не вся деятельность. Наиль Умяров, площадь Спартака и молодежной сборной России, уроженец Сызра. Несколько я знаю, его первый тренер Виталий Вечкин уже и не жив. А вы знали об этом на сайте футбольного клуба Чертанова? Я думаю, что нет. А другой футболист Глушенков, он вообще-то из Смоленска. И на самом деле у ФК Чертанова почти нет московских уроженцев, хотя и школа существует на деньги Москомспорта. Правда? Интересно. Давайте, может быть, сделаем как во Франции. Есть центр потоки сборной команд в Клэрфонтейне. Может быть, Чертанова станет таким вот специальным интернатом под эгидой Российского футбольного союза. И действительно, это будет участвовать в соревнованиях. И будет иметь преференции по продаже игроков. Но деньги-то куда поступают, спрашивается. Почему же они должны идти куда-то еще, а не обратно на воспитание новых футболистов? Вот ведь что интересно. А я хочу вам сказать, что по закону казенные учреждения, а государственное бюджетное, нетиповое образовое учреждение, которым является футбольный клуб Чертанова, может осуществлять приносящую доходы деятельность. Только если такое право предусмотрено в его усилительном документе, не предусмотрено, доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в состающую бюджет, бюджетные системы Российской Федерации. Статья 161 бюджетного кодекса Российской Федерации. А вы нам компенсации за обучение с трансферными выплатами, которые почти равняются заявленным годовым бюджетом ФК Чертанова. Смешивайте. Вы юристы Москомспорта Ж. Ну за кого вы нас держите? Академия Чертанова и футбольный клуб Чертанова по факту являются вершиной пирамиды российского молодежного футбола, а не достижением тех менеджеров, которые приписывают себе все заслуги в этом направлении. Неужели вы думаете, что молодые футболисты мало слышали слов? Иди в Чертанова, иначе не попадешь в молодежную сборную России. Неужели вам не кажется странными утверждения самих руководителей Чертанова о том, что, посмотрите, вот они же говорят сами. А как вот, собственно, обсуществляется переходы игроков из вашей команды в другие? А у нас у клуба есть договор с агентством. Друзья мои, как же у клуба может быть договор с агентством? Об этом говорит сам Николай Ларин, гендиректор Чертанова. Как же это может быть? Ведь агент не может представить одновременно и клуб, и игрока. Это конфликт интересов, прямо запрещенный Российским футбольным союзом. А люди говорят об этом и даже не задумываются, понимаете? Вот я не верю, что у таких людей, неуважительно относящихся к другим, вороватым, приписывающим себе чужую славу, что у них действительно есть профессионализм, чтобы постоянно, а не какое-то время, воспитывать по-настоящему классных молодых футболистов. Я вам покажу сейчас фрагмент одного видео. Там Николай Ларин, гендиректор футбольного клуба Чертанова. Он там пьяный. Он там пьяный с голыми детьми в гостиничном номере. Он пьет с футболистами молодежной сборной 96-го года рождения. И разговаривает с ними о шлюхах. Я думаю, что разговоры о шлюхах – это часть воспитания молодых людей. Кто-то им должен об этом сказать, если родители не сказали. Я думаю, что пить водку, в принципе, это тоже не грех. Но пить водку с молодыми футболистами в номере, явно на сборах. И вот там, в пьяном виде, разговаривать с ними о шлюхах. Будете говорить, что на этом видео не вы, Николай Юрьевич. Не смешите народ. Смотрите. Полный вариант видео у меня в телеканале. Можно у тебя чуть отлить? Можно, Юрьевич? Спасибо. Ты что, маленький, да сидел? Не сидел? А может, я к ней пойду, ничего? Юрьевич помирает, блядь. Юрьевич, тормозь, Юрьевич, закрой дверь. Все нормально. Закрой дверь. Юрьевич, идем. Ебать, пошли. Пошли, пошли. Пошли. Мы идем в бухать. Нет. Выключите рифон. Да, можно шлюхи, Юрьевич. Юрьевич, шлюхи срочно, что делать? Идти на улицу. Это не очень оперативная картинка. И многие видели ее раньше. Но, как любой тайной истории, нужно просто сопоставить некоторые известные части, которые известны порознь, одна с другой. И самое главное в этой видеозаписи, как вы думаете, сами футболисты, воспитанники Чертанова, как вы думаете, что они думают о своем генеральном директе, если напаивают его, смеются над ним, снимают, выкладывают в сеть и рассылают при первой возможности? Что они думают об этом человеке? Как он их воспитывает? Я обещал рассказать, что Александр Головин, парень жесткий и серьезный, пошутил об этом на эхе Москвы. По легенде, про это я не могу, но об этом мне сказали сразу несколько человек, в том числе один присутствующий, присутствующий при этой сценке. Головин снимал это на свой телефон. За это я не поручусь, но согласитесь, прекрасная живописующая деталь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова